привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост и его автор и ведущий олег я не пропал очень много просто работы то есть мы с акбаром профессионально занимаемся поиском людей и поэтому сейчас у нас лето сезон когда люди теряются постоянно и у нас очень много работы к сожалению не хватает времени но канал существует будет существовать я по мере сил возможностей читаю все ваши письма на некоторые отвечаю но просто физически не хватает времени сегодня я проведу вам коротенький сюжет такой будет у нас касаться будет дисплазии тазобедренного сустава то есть уже выходило две передачи она была полная передача одна более коротенькая передача ссылочки обязательно будут в описании к ссылочке к описанию к ролику обязательно вы увидите но сейчас я вам хочу показать наиболее такое благотворное наиболее лучшее упражнение для того чтобы проводить профилактику тазобедренных суставов это купание водоеме каком-то собаки то есть смотрите что здесь происходит здесь происходит то что на сам сустав именно нагрузки нету то есть вот в первом сюжете собака бегала в горку то есть прыгала там за мячиком до за палочкой все равно происходит нагрузка на суставы здесь нагрузки на суставы нету идет только развитие мускулатуры то есть собачка плавает как приучить собаку к тому чтобы она заходила в воду то есть если она еще не знакома у вас водоемом я сделаю тоже описание ссылка будет к описанию к ролику и так же будет ссылочку вот здесь вот вот если вы смотрите по стационарному компьютеру один из моих постоянных зрителей который проживает на донбассе дмитрий дубровский снял очень хороший сюжет пожалуйста присылайте свои сюжеты тоже будем публиковать у нас еще помимо того что есть канал на ю тубе еще и также есть группа вконтакте который является площадкой для обсуждения то есть там вполне вероятно без моего участия вы высказываете свои точки зрения как решить ту или иную проблему и там у нас происходят так сказать разговоры диалоги там споры и так далее то есть люди сбрасывают фотографии сбрасывают видео сюжеты в которых они показывают как они кормят своих собак тем или иным способом как приготовить правильную неправильную кашу на чем можно там заострить свое внимание и так то есть ссылочка как приучить собаку к водоема то есть чтобы она не боялась воды то есть щенок положим у вас до обязательно будет смотреть этот ролик он находится в ю тубе также находится на стене в контакте в группе я который называется также как и канал я и мой хвост ну вот что хотелось бы мне сказать вот у нас есть собаку у нас есть мотивация очень сильно эта палочка мы просто берем эту палочку ну и соответственно бросаем то есть посмотрите нагрузки на суставы снимать нагрузки на суставы как таковой нету а собака развивает свою мускулатуру естественно сначала там далеко забрать то есть первые броски первые броски должны быть недалеко для того чтобы собачка него не боялась воды для того чтобы нагрузку на дыхалку чтобы развить эту дыхательную систему старайтесь чтобы собачка не с плюском заходила воду то есть чтобы в ушах воды не было то есть она понятно но и потом интуитивно вытащить эту воду но когда вода в ушах находится это тоже не очень хорошо то есть два-три заплыва там для первого раза положим хватит нам вот повезло у нас дачи не далеко находишься для буквально через дорогу его дает собаки очень любят воду это меня собаки очень любят воду если вы правильно подойдете к решению этой проблемы то есть вы будете развивать мускулатуру а нагрузки на сустав не будет и профилактика так сказать дисплазии тазобедренного сустава произойдет у вас гармонично развито и хорошо итак друзья с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег заслужите доверие заслужить и уважение и все у вас получится мы не теряемся мы просто работаем сюжеты будут выходить но может быть немножко летом пореже спасибо